Здравствуйте! В то ли время новостей. Меня зовут Светлана Мулыкина. В ближайшие несколько минут коротко расскажу об основных событиях текущего часа. Министерство образования Тульской области возглавила Алевтина Шевелева, которая ранее занимала должность заместителя министра. Экс-министр Оксана Осташко ранее была назначена заместителем председателя правительства Тульской области. Председателем комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку вместо Татьяны Лапаевой назначен Вячеслав Романов, бывший заместитель министра экономического развития региона. Накануне также стало известно, что Сергей Гончаров может покинуть пост начальника инспекции Тульской области по государственному архитектурному строительству и надзору. Он занимает этот пост с 2014 года, а ранее занимал должность президента объединения строителей Тульской области. Сам Сергей Гончаров пока эту информацию не комментирует. Он не под запись, ничего. Все вопросы через пресс-службу Тульской управления. В Тульской области установили предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона на 2019 год. Напомню, с 1 января вывозить мусор будут две компании – ООО «Хартия» и ООО «МСКНТ». Анна Молодцова продолжит тему. В среднем семья из трех человек будет платить за вывоз мусора около 360 рублей ежемесячно. В Тульской области расходы за обращения с твердыми коммунальными отходами будут рассчитываться по-новому. Если ранее плата за вывоз мусора взималась за один квадратный метр жилой площади, то с 1 января 2019 года, исходя из количества проживающих на ней человек. Сама формула, я думаю, она вам известна. Это количество проживающих или зарегистрированных граждан в жилом помещении, умноженный на норматив накопления отходов, умноженный на тариф соответствующего регионального оператора, деленный на 12 месяцев. Теперь вывозом и переработкой мусора будут заниматься региональные операторы. Это Хартия для Большой Тулы, Щекинского и Киреевского районов и МСК НТ для остальной части региона. В первом полугодии 2019 года тарифы для Хартии составят 518 рублей 25 копеек за кубический метр, а во втором возрастут до 60-21 рубля 90 копеек за кубический метр. Для МСК НТ 623 рубля 2 копейки за кубический метр, а во втором полугодии увеличится до 747 рублей 62 копеек за кубический метр. Цифры, которые также будут учитываться в формуле, озвучил начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко. Исходя из норматива накопления мусора и тарифа для индивидуальных жилых домов, норматив это 2,65 кубических метров с одного проживающего, для многоквартирных жилых домов 2,3 кубических метра с одного проживающего. В обязанности региональных операторов входит замена контейнеров для мусора на новые. Их будет 17,5 тысяч. И устаревших мусоровозов новой техникой. Приобретут 100 машин. Внедрить систему раздельного сбора мусора, обеспечить его вывоз, а также построить полигоны и сортировочные комплексы. Так как услуга вывоза мусора переходит из жилищной в состав коммунальной, управляющей компанией обязаны с первого дня нового года исключить из платы за содержание жилья средства на сбор, вывоз и утилизацию отходов, а также уведомить об этом собственников. За счет этого в среднем по региону плата за содержание жилья уменьшится на 15%. Анна Молодцова, Игорь Щепотев, Новости Тулы. Торжественное собрание, посвященное 25-летию Тульской областной думы, прошло сегодня в филармонии. Областная дума была одним из первопроходцев в новой истории российского парламентаризма. Это один из первых региональных парламентов России. Тулики выбрали депутатов 12 декабря 1993 года в один день со всенародным голосованием по Конституции Российской Федерации. Сегодня народных избранников поздравляли общественники и представители власти. Хочу благодарить депутатов всех созывов, конечно же и работников аппарата думы за многолетний добросовестный труд в интересах нашего региона, в интересах наших жителей. Экс-губернатор Тульской области назначил бывшего прокурора региона Александра Козлова председателем комиссии Ассоциации юристов России по совершенствованию правоохранительной деятельности. Владимир Груздев в настоящее время, напомню, возглавляет правление Ассоциации юристов России. Александр Козлов был утвержден на должность прокурора Тульской области в марте 2015 года, освобожден от занимаемой должности в мае текущего года. Тульский «Арсенал» в домашнем матче 16-го тура Премьер-лиги обыграл петербургский «Зенит» со счетом 4-2. У «Красно-желтых» дважды отличился «Эванс Кангва» на 6-й и 74-й минутах. На 39-й минуте забил «Резуан Мирзов». На 77-й отличился «Зелимхан Бакаев». К этому часу у меня все. Более подробная картина дня на нашем сайте tsn24.ru Редактор субтитров А.Семкин